Девушки отдыхают Они сейчас используются? Сейчас у нас есть некое межсезонье И мы планируем с 1 ноября Запустить уже процесс тренировочный В полузимнем варианте А так-то они готовы Они все испробованы Все в порядке Начинаем работать на них Дети катаются, еще пока нельзя, да? Они же все сезонные Все сезонные, но просто там есть некие элементы Сейчас, например, воду если лить на эту щетку Она просто замерзнет Поэтому там должны быть такие немножко Ну свои тонкие настройки в технологии Мы их сейчас доделываем И мы с 1 ноября начинаем Трамплина 2 будет 3? Да, то есть у нас комплекс трамплинов 20-40 метровый и 60-метровый 2 уже мы не только запроектировали Уже построили А 60-метровый Там есть некий такой маленький конфликт С существующими трассами Фристайла, сноуборда Мы же проводим и первенство мира По сноуборду, фристайлу Мы же готовимся провести, надеемся, чем от мира в 25-м году По этим видам спорта Поэтому там ни в коем случае строить одно, нарушать другое нельзя Поэтому мы сейчас ищем проектные решения Они непростые, но мы их должны найти Я почему начал с трамплинов? Мне очень хотелось бы посмотреть на соревнования Это такой вид спорта Многие мечтают вживую увидеть вот эти прыжки И в Красноярске на 21-й год Много состязаний международных крутых запланировано Пандемия не внесет коррективы? Ну как не внесет? Конечно, мы на них оглядываемся Поэтому если мы планировали в декабре месяце И планируем провести Кубок мира по хоккею с мячом И 3-го ноября Техком Международная Федерация будет принимать решение Но пока ситуация, эпидобстановка в наших соседних странах В Швеции и Финляндии пока очень напряженная Поэтому далеко не факт, что шведские команды смогут к нам приехать Гран-при по фигурному катанию в середине сентября 21-го года Буквально неделю или пару Ну сколько-то Не очень Несколько дней назад это решение было принято И это было непросто И после хорошо проведенного чемпионата России по фигурному катанию В декабре 2019-го года Прямо Федерация фигурного катания Ее президент Александр Георгиевич Горшков Олимпийский чемпион и генеральный директор Александр Ильич Коган Они были впечатлены нашим подходом Конечно были какие-то нюансы, были шероховатости Но в целом они очень хотят, чтобы на карте фигурного катания Появился Красноярск А проведение таких крупных мероприятий Это один из стимулов Для развития этого вида спорта Потому что не только для зрителей Но и готовится команда Которая проводит эти соревнования Начиная от тех, кто должен качественно подготовить лед Качественно сделать картинку телевизионную Создать определенные сервисы В раздевалках, в гостиницах для спортсменов Требования безопасности в фигурном катании очень большие Вот эти много-много-много нюансов Они, конечно, имеют каждое большое значение Но, еще раз повторюсь Наши коллеги с Федерации Всероссийской Ищут, видят нас очень таких хороших партнеров И забегая вперед, мы планируем то, что Если вдруг это все нормально произойдет Мы будем соответствовать всем требованиям Которые предъявляют наши коллеги из Москвы То мы рассматриваемся как заключительной подготовки Нашей сборной по фигурному катанию в Пекин То есть все наши будущие олимпийцы Будут здесь и поедут на Олимпийские игры Возможно, поедут на Олимпийские игры из Красноярска Но я могу сказать, что зрители-то точно отработали Свою программу зрительскую на полную катушку Да, это было в декабре очень значимо Потому что, понятно, на финальные или хорошие прокаты Лидеров всегда народ собирается Но когда в течение дня Потому что следования шли в течение дня Тоже присутствовало достаточно большое количество зрителей Это в том числе произвело впечатление на наших коллег Но кроме гран-при по фигурному катанию Который мы получили несколько дней назад У нас было запланировано Есть в планах проведение в феврале первенства России То есть среди юниоров по фигурному катанию И мы это планируем все сделать на новом объекте На Кристалле, не на Платином, а на Кристалле Потому что для фигуристов очень важны две площадки Две площадки И именно наличие двух площадок Которые соответствуют всем их специфичным требованиям Позволяет нам рассчитывать Что у нас не только появится Центр по фигурному катанию Но еще раз повторюсь Наш Кристалл станет базой Для заключительного Самого важного Этапа подготовки наших спортсменов А чего вообще зависит Когда принимают решение в Москве Куда поехать на соревнования Потому что Мне кажется, вообще на карте России Не было в фигурном катании точек, кроме Москвы и Питера Ну, во-первых, часовой пояс Тренироваться и соревноваться там Ну, что в одном часовом поясе Это очень важно Это первое Второе Это транспортная доступность Мы все-таки думаем, что Помните, это идея по созданию хаба И прямых перелетов из Красноярска в Пекин Она тема пока еще не реализовалась Но она на повестке дня И вот эта транспортная доступность Чтобы не 8 часов там лететь из Москвы А гораздо меньше из Красноярска Это тоже плюс в это решение Ну и, конечно, объект Объект и уровень сервисов Который требует Ну, требует к себе Вот, ну, спортсменов Проживание, питание, безопасность И качество льда Качество других тренировочных площадок Потому что только же на льду Спортсмены тренируются Они же в спортивном зале И разминаются, и все Поэтому вот эти такие большие вопросы Ну, это крутое шоу И надо, чтобы они, конечно, у нас были Мы на это работаем Это профессиональный спорт разговор А вот в любительском спорте Что-то делается для его развития Вообще, как считаете, что важнее? Да, это... Нет более важных частей Спорт, он состоит из многих частей Он состоит из профессионального спорта Спорта высших достижений Подготовки спортивного резерва Студенческий спорт Школьный спорт Детско-юношеский спорт Поэтому все эти части Одной большой идеи От приоритетов сильно зависит бюджет Вот Ну и мы, если несколько лет назад У нас был явный перекос В Красноярском крае Что мы на развитие профессионального спорта Выделяли Там порядка миллиарда 300 Чуть больше Миллиард 300 рублей в год А на развитие Различных мероприятий Которые так или иначе Напрямую связаны с массовым спортом Чуть больше 300 миллионов Сейчас эта ситуация резко поменялась И благодаря вот такой Оно позиции и губернатора Александра Викторовича И его Ну который После универсиады Прям приоритет у нас По строительству Крупных спортивных И не только крупных Объектов В муниципальных районах Красноярского края И конечно требует очень больших средств И сейчас Я абсолютно уверен Что спорт становится нормой жизни Всего нашего общества И даже тот период времени Когда мы имели возможность Провести крупные спортивные Массовые мероприятия Например день ходьбы Который прошел на гремячей гриве Несколько сот человек пришли Тогда эпид-обстановка позволяла Сейчас конечно мы Подобные мероприятия Ну отказываемся от них Потому что не можем рисковать Нашими Ну спортсменами И участниками Но в целом Я посетил много Муниципальных образований В августе месяце Я проехал Наверное 18 наших районов Городов И очень востребована Спортивная инфраструктура Вот например В Минусинском районе В селе Селиваних И в прошлом году Была обустроена Площадка ГТО Примерно обходится 3,5-4 миллиона рублей Там есть комплекс Очень хороший комплекс Тренажеров На котором можно готовиться И сдавать нормативы ГТО Но это федеральная программа Федеральные деньги И только лишь Муниципальные районы Поэтому город Минусинск Завидуя Рядом стоящей Селиванихи Я сам видел Как люди из Минусинска Приезжают эти 5 километров Проехали для того Чтобы позаниматься На тех тренажерах То есть тема Очень востребована И мы это даже В условиях Когда пандемия у нас разворачивалась Как люди Соскучились по спорту Когда только открылись Наши спортивные объекты Какой наплыв был Какое прям желание На них позаниматься Спорт объекты же И по краю строится Бассейн да Большой строится В этом году Мы 4 спортивных объекта У нас о них водные Два из них мы ввели Это в Абоне В начале августа Стадион Который получил Имя нашего легендарного Чемпиона земляка Абонского Уроженца Абонской земля Васильевича Шумакова Стадион Прекрасный стадион Потом Несколько недель спустя Мы открывали ФОК в Новоселово Который тоже много-много лет Жители мечтали Об этом спортивном сооружении У нас В конце года Должны закончиться Работы в Енисейском районе В Верхнепашино Такой хороший Лыжебиатлонный комплекс Там будет введен В эксплуатацию И в конце года В декабре Должны закончиться Работы ФОКи в Солонцах Вот это только 4 объекта Стоимость которой Минимум 150 миллионов Каждой Это большие средства Это большие инвестиции Еще раз повторюсь Позиция руководства края Такая, что мы должны Это делать Я в 2008 году Был в Италии И ехал просто по какой-то дороге И увидел просто обалденную Футбольную площадку И думал о том Что тут как хорошо Даже не в профессиональном Каком-то стадионе А вот такая площадка Мне кажется Сейчас таких Даже в Красноярске Возле школ Такие появляются Много Уже много Такая мечта Свершившаяся Да Это Футбольных полей С искусственным газоном Мы настроили достаточно За эти 10-12 лет Но К этому же К этому же Инфраструктуре Должны быть и тренеры Должны быть и ресурсы На проведение Спортивной подготовки Что такое Спортивная подготовка Наших спортивных школ Это Должны быть инвентарь Оборудование Они должны ездить На тренировочные мероприятия Проходить врачебный контроль Участвовать в соревнованиях Которые тоже Откомандировать команду Там в составе 22 человек Даже в Барнаул К примеру Это тоже стоит денег Поэтому это Задача муниципальных бюджетов Эти вопросы решать И здесь мы с коллегами Так иногда даже дискутируем По этому вопросу Потому что Не ждите краевых денег Которые мы вам дадим По нашим программам Наши деньги должны Добавлять Ваш ресурс А не быть Взамен Взамен него Вот Поэтому кроме у нас Еще раз повторюсь Строительной площадки Мы начали строить В Фоксов В Сухобуземском районе Летом 21 года Мы закончим Мы начали строить В Курагино Мы начали строить Бассейн в Минусинске Физкультурно-спортивный центр С бассейн в Кежемском районе И много мы еще проектируем Поэтому у нас Очень такая серьезная Спортивная проблема Я очень хочу проговорить За счет чего Строятся эти Сооружения Все эти объекты Которые я сказал Они строятся За счет средств Краевого бюджета Один объект Который также Мы в 21 году Ведем К нему особый интерес Отдельная история Это крытый Катокс Искусство В городе Канске Который мы получили Деньги Из федерального бюджета То есть объект Стоит примерно 420 миллионов 270 из них Мы получаем Из федерального бюджета Нацпроект Демография Федеральный проект Спорт нормы жизни Очень высокий спрос Очень высокая У нас отчетность Но нормально То что мы Уже в феврале У нас был подрядчик Был заключен Государственный контракт И в принципе Подрядчик нормально Там работает Строит техмонтаж И даже идет С неким опережением Программу 2020 года Мы выполним Спасибо, что пришли И удачи в вашей работе Спасибо